Да, хочу поделиться опытом нашей клиники по осложнениям данного метода реконструкции. В общем-то, действительно, возвращаясь к первому нашему докладу Артура Халидовича на тему реконструкции, ну что, действительно, для наших пациентов, так скажем, необходимость реконструкции сейчас не вызывает ни у кого вопросов. Это, так скажем, важный этап комплексного лечения, но что нужно нашим пациентам? Простой, малотравматичный метод с минимальным количеством осложнений и как можно быстрее за меньшее количество этапов. И, в общем-то, да, реконструкция аутотканями, это, так скажем, есть определенная когорта пациентов, кому она показана. Мы попытались тут сформулировать какие-то, ну, все равно это относительные показания для использования именно аутотканей для реконструкции. Ну, во-первых, в общем-то, должен быть где-то избыток этих тканей, забирая лоскут, мы не должны, так скажем, деформировать эту донорскую область. То есть, безусловно, мы все знаем, что количество осложнений при использовании синтетических материалов, имплантов и экспандеров значительно выше при, так скажем, лучевой терапии. Так вот, после проведения лучевой терапии использование хорошо кровоснабжаемых перфузируемых тканей однозначно дает меньшее количество осложнений. Ну, и, конечно, наши эти аутоткани, эта палочка-выручалочка при всех, так скажем, неудачах, инфекциях, протрузиях, при, так скажем, использовании ранее синтетических материалов. Противопоказания тоже, в общем-то, не абсолютные, и диабет, и гипертоническая болезнь, и все, так скажем, заболевания с ангиопатиями, это все тоже относительные противопоказания. Абсолютными, пожалуй, ну, является только, да, в анамнезе абдоминопластика. Да и то, так получилось, что я только что вернулся из Болонии, с конференции Ассоциации World Society of Reconstructive Microsurgery, и, в общем-то, там были доклады только по микрохирургии, и, в общем-то, такие конференции очень мотивируют активнее использовать эти методы реконструкции. Так вот, сейчас количество этих донорских областей, ну, просто огромное. То есть, действительно, описываются все новые и новые донорские области, откуда можно взять лоскут, до, ну, просто совсем экзотических каких-то мест. Поэтому, в общем-то, если нет избытка тканей на передней брюшной стенке, ну, сейчас огромное количество этих мест, откуда можно взять ткани. Здесь, в общем-то, тоже я несколько повторюсь. То есть, количество этих операций с использованием аутотканей, оно, в общем-то, постоянно, и если действительно количество реконструкций за счет синтетических материалов растет год от года, то, в общем-то, порядка 8% стабильно на протяжении многих лет занимает реконструкцию собственными тканями. Ну, здесь это вот теория Роберта Палмера, ангиосомов. Это вот то, о чем я говорил. Огромное количество перфорантов стабильных, хорошего диаметра, с хорошей зоной надежной перфузии, где можно взять эти лоскуты. Здесь вот наиболее часто используемые, конечно, лоскут с передней брюшной стенки. Это, так скажем, все-таки порядка 80% реконструкций собственными тканями именно за счет абдоминальных каких-то лоскутов. Здесь обзор за 2012 год, и мы видим, что, да, порядка 6-6,5% всех реконструкций выполняется за счет свободных лоскутов. Здесь на правой половине хочу обратить внимание, что, в общем-то, действительно, все наши реконструкции, они выполняются для пациентов. И вот эти опросники Брест-Ку, они более-менее объективно, более-менее объективно, так скажем, показывают удовлетворенность пациентами тем или иным методом реконструкции. И мы видим, что, в общем-то, уровень удовлетворенности пациентов при реконструкции собственными тканями со временем, эта красная кривая, увеличивается, а при использовании имплантов уменьшается. Примерно так же выглядит график повторных каких-то корригирующих операций при использовании собственных тканей и имплантов. То есть, если мы выполняем реконструкцию имплантом, надо понимать, что это не на всю жизнь, что рано или поздно будет капсулярная контрактура, ротация, протрузия. В общем, огромное количество проблем, в принципе, будет. Да, у нас, конечно, сейчас есть липофилинг, и можно делать какие-то корригирующие операции, и они, в общем-то, покрываются страховыми компаниями, но это постоянное-постоянное ТО надо выполнять, чего, в общем-то, не случается при использовании реконструкции собственными тканями. Конечно, оптимальные варианты – это одномоментная реконструкция, и количество этих реконструкций год от года возрастает. Это и более ранняя диагностика, и так далее. То есть, возможность сохранить кожу и наполнить этот кожный карман после подкожной мастектомии наиболее приближенным по текстуре к ткани молочной железы материалом дает лучший результат. Конечно, этот жир с передней мышечной стенки практически идентичен железе этой ткани. Здесь, в общем-то, несколько клинических примеров, различных вариантов одномоментной реконструкции с использованием диплоскута. Я не буду подробно на них останавливаться. Марк покажет в следующем докладе. Я уверен, огромное количество хороших результатов. Отсроченной реконструкции, да, однозначно, особенно при в анамнезе, проведенной ранней лучевой терапии. Мы все знаем, что установка экспандера в этой ситуации это кожа облученная, плотная, ригидная, она плохо растягивается. Использование свободного лоскута с хорошей перфузией, на мой взгляд, оптимальный результат, дает такой же вариант использования при билатеральной отсроченной реконструкции. Конечно, теоретически, вот такой пациентке с таким боди-имиджем, ну, можно, конечно, теоретически попробовать поставить экспандеры, потом поменять на импланты, но просто, в общем-то, напрашивается использование лоскута с передней брюшной стенки. Еще одним важным, пожалуй, преимуществом использования кровоснабжаемых перфорантных лоскутов, это возможность коррегировать так называемый постмастектомический синдром. Использование свободного диплоскута в комбинации с пересадкой лимфатических узлов позволяет, в общем-то, решить два вопроса одновременно и восстановить молочную железу и коррегировать лимфатический отек. Вот как в данном случае у пациентки выполнена реконструкция диплоскутом с пересадкой лимфоузлов, мы видим, в общем-то, что через 12 месяцев после реконструкции стабильное уменьшение отека. А вот именно оценивать, ну, это тема отдельного доклада, оценивать эффект от пересадки лимфоузлов либо от лимфоузловных анастомозов, нужно как минимум через 6 месяцев. Здесь коротко, в общем, обзор тех методов, которые используются в нашей клинике. Вы видите, что, в общем, примерно такой же процент, порядка 8 или 10 процентов от всех реконструкций, по нашему опыту, это использование микрохирургических лоскутов. Теперь, в общем, ближе к теме нашего доклада. Какие осложнения? Да, конечно, метод не лишен осложнений, и самое грозное осложнение это некроз лоскутов. В общем-то, мое отделение, которое я возглавляю, занимается не только, так скажем, реконструкцией молочной железы. Мы выполняем много микрохирургических операций в голове, шее и при операциях на конечностях, и у нас этот, ну, в неделю порядка трех операций выполняется микрохирургических, поэтому этот метод, он постоянно как бы в руках, но тем не менее, все равно существуют осложнения. Какие чаще всего? Конечно, самое грозное осложнение это тотальный некроз лоскута, но, как мы видим, это, в общем-то, в клиниках, где этот метод отработан, это не больше двух процентов. Крывые некрозы, безусловно, липо-некрозы, ну, то есть, эти осложнения со стороны лоскута, ну, и есть, конечно, ряд осложнений со стороны передней мышечной стенки. Это не истинная грыжа, это дебалкинг, как бы выбухание передней мышечной стенки за счет, ну, донервации, пожалуй, телу прямых мышц живота. Тотальный некроз лоскута – это, как правило, техническая ошибка. В подавляющем большинстве случаев это техническая ошибка либо при выборе сосудов, либо при микрохирургическом, так скажем, соединении сосудов. И, в принципе, как есть такая фраза красивая, все лоскуты, которые умирают, они умирают еще в операционной. Что сделать для того, чтобы снизить процент таких осложнений? Значит, я говорил, что чаще всего причина – это тромбоз микроанастомозов, это дефект наложения, да, факторы, связанные с пациентом, но это реже всего, это антифосфолипидный синдром, довольно редкая патология, либо недооцененная проблемы с венозным оттоком этого лоскута. Что мы можем использовать для снижения процента этих осложнений? Ну, я очень люблю ICG, мы его используем всегда, везде, где только можно, и в частности для контроля анастомозов, для контроля перфузии лоскута. Но начать надо, в общем-то, с того, что говорил доктор Зернов, это правильная оценка и планирование нашего лоскута. Мы практически сейчас не используем УЗИ и используем только КТ-ангиографию, да, этот метод классно показывает топику, локализацию и, в общем-то, деление этого перфоранта и зону практически его перфузии, и очень важно, так скажем, длительность интрамускулярной диссекции, которая нам нужна для того, чтобы выделить этот лоскут. Честно вам скажу, мы как бы не упираемся в то, чтобы сделать именно DIP. Очень часто у нас это получается muscle sparing trem, то есть, я считаю, что взять небольшую мышечную муфту, допустим, с этим лоскутом для того, чтобы уменьшить травму мышцы и не пересекать моторные нервы, которые идут в прямую мышце. В ряде случаев я считаю, что это лучше, чем вот такой DIP. Здесь различные варианты, один перфорант, два перфоранта. Реже мы используем билд с кровоснабжением из разных бассейнов нижней пегастральной артерии. Всегда стараемся включать сосуды из поверхностной системы, хотя вена, как правило, есть всегда. Артерия из поверхности системы обычно, так скажем, довольно тонкая. СИП мы не сделали еще ни в одной ситуации. Так вот, очень часто приходится нам накладывать дополнительный анастомоз с этой подкожной веной. И, так скажем, все зависит от того, когда мы позиционировали лоскут, где эта артерия находится. Если медиально, вот как здесь пытались схематично показать, то мы вшиваем ее ретроградно в внутренние грудные сосуды. Если примерно посередине она располагается, то можно использовать вену-цефалику с плеча, развернуть ее к лоскуту. Ну и если латерально, то мы используем какие-то сосуды из бассейно-акселлярных сосудов. Вот так это выглядит, как расположить дополнительный анастомоз с веной. Ну и в общем-то, в общем-то, нужен всегда план Б, иметь в голове, что делать, если все-таки, несмотря на все ваши профилактические мероприятия, вы потеряли лоскут. То есть, нужен, как в данном случае, на седьмые сутки возникли проблемы с артериальным тромбозом, поздний, довольно редкое осложнение, этой пациентке будет удаление лоскута и реконструкция имплантом и торикодорзальным лоскутом. Такой результат получим. Это вот некроз лоскута на седьмые сутки. Так он выглядит ужасно. Краевые некрозы. Краевые некрозы лоскута тоже есть определенный процент этих осложнений. Честно скажу, с момента, когда мы стали использовать SPI-систему и ECG, мы таких осложнений сейчас не имеем. Но, в общем-то, к сожалению, аппарат очень дорогой и доступен, так скажем, не во всех клиниках. Надеюсь, что сейчас бум этих осежей технологий. Огромное количество приборов в Европе сертифицировано. Я очень надеюсь, что они появятся и в России. Как конкретно, допустим, при реконструкции диплоскутом выглядит использование этого прибора. Вот выделенный лоскут. В синем отмечена зона, которую мы планируем убрать, потому что перфорант расположен примерно посередине лоскута. Вводится контраст, и мы видим, что зона адекватной перфузии значительно меньше, чем мы себе представляли до этого. Поэтому мы практически половину лоскута убираем. И так выглядит, в общем-то, интероперационно перемещенный наш лоскут. Но, так скажем, я уверен, что здесь никаких крыльевых некрозов не будет, потому что этот метод позволяет очень четко оценить зону эффективной перфузии. Какие еще, в общем-то, у нас есть проблемы и осложнения при реконструкции аутотканей? Лучевая терапия однозначно повышает процент осложнений при использовании кровоснажаемых лоскутов. Вот, так скажем, был вид больной непосредственно после операции при реконструкции диплоскутом. Вот так это выглядит после лучевой терапии 50-грей на переднюю грудную стенку. Мы видим фиброз, деформацию нашего лоскута. Практически половину объема потеряли. И, в общем-то, в этих случаях требуется какая-то хирургическая коррекция, как в данном случае добавлены ткани, использованы только дарзальный лоскут для коррекции объема и формы железы. В общем-то, вот еще одна пациентка, у которой диплоскут использован для реконструкции. После лучевой терапии мы видим вот такую фиброз и деформацию, и коррегировать довольно сложно такую ситуацию. Это однозначно требует хирургической коррекции. Что сделать, чтобы избежать таких, такие проблемы? Это, опять же, двухэтапная операция. Мастексамия с экспандером. На экспандере мы проводим лучевую терапию. После окончания лучевой терапии мы меняем экспандер на диплоскут, как в данном клиническом примере. Вот так это выглядит после реконструкции соска. Ну и, в общем, небольшой процент осложнений с рецепиентной зоной. Чаще, ну не чаще, а порядка одного процента – это грыжа, вот как здесь это выглядит. Профилактикой этого является, так скажем, прецизионное выделение сосудов ножки лоскута и сохранение, вот как здесь показано, моторных нервов, которые иннервируют мышцу. Ну и еще, опять-таки, небольшой процент осложнений в виде крыльевых некрозов, шва на животе. Это, в общем-то, связано с тем, что мы взяли избыточно, пожалуй, большой лоскут. Что для профилактики можно взять лоскут меньше, чем нам нужно, и потом вторым этапом сделать липофилинг этого лоскута, нежели, так скажем, взять изначально слишком большой лоскут на животе и получить какие-то проблемы с донорской областью. Так, что там подзавис? Наша, так скажем, частота наших осложнений в наших наблюдениях. Тотальный некроз потери лоскута при реконструкции молочной железы мы получили в 2,5% случаев, а у нас на сегодня порядка 200, не такой уж большой опыт, в общем-то. Частичный некроз 9%, это все первые случаи до того, как мы использовали спай, серомы, гематомы, липосклероз и так далее. Ну и, в общем, в конце, в заключении я хочу сказать, что, конечно, мы все ищем золотой стандарт, метод, который подходил бы всем пациентам, но, наверное, такого, в общем-то, наверное, не будет никогда. Да, мы все и в лекарственном лечении сейчас тренд такой к индивидуализации лечения, мы, так скажем, в каждом конкретном случае, а уж тем более в случае реконструкции. Это, в общем, искусство, я считаю, в какой-то степени. Для каждой конкретной пациентки выбрать метод оптимальный в зависимости от стадии заболевания плана общего лечения, будет лучевая или нет, это основной, так скажем, такой краеугольный камень, от которого мы пляшем, выбирая метод реконструкции. Ну и, в общем, все-таки, все-таки, несмотря на то, что по всем данным статистики Европы и Америки на реконструкцию микрохирургическую приходится порядка 10%, я считаю, что, тем не менее, этот метод лучший. Почему так мало их выполняется и в Америке, и в Европе? Ну, потому что мы тоже немножко идеализируем ситуацию там, там тоже это не в каждой клинике есть подготовленные специалисты и так далее. В общем, чем больше методов реконструкции у вас в вашем арсенале, тем больше шанс, что вы для каждой конкретной пациентки выберете именно тот метод, которым будет и она довольна, и минимальный процент осложнений будет, и получим хороший стабильный эстетический результат. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok